Девочки, рукодельницы, добрый день! Сегодня я вам покажу, как я готовлю раствор ПВС. Что такое ПВС и рецепт приготовления, вы найдете в описании под видео. Варить ПВС я буду в кастрюле, которой я уже давно не пользуюсь. Также я взяла банку, в которой буду хранить готовый раствор, сам порошок ПВС и мерную ложечку от порошка. Заливаю в кастрюлю 500 мл воды комнатной температуры. Насыпаю 30 г или 2 столовые ложки порошка ПВС. Хорошенько все размешиваю и оставляю набухать на 2-13 часов. Это нужно для того, чтобы порошок набух и потом быстрее растворился. Для удобства я замачиваю порошок вечером, чтобы он отстоял всю ночь, и утром уже варю. Вот так примерно выглядит настоявшийся порошок. Там еще есть крупиночки, но ничего страшного. В процессе приготовления они растворятся. Варю я ПВС на очень слабом огне. На моей плите мощность 300 показывает. Это соответствует температуре примерно 50 градусов. Пока варю, помешиваю. Выключаю плитку, чтобы он не закипел и подостывал. Опять помешиваю. И так примерно целый час я его варю. Напомню, что рецепт ПВС и что такое сам ПВС есть у меня в группе ВКонтакте. В описании под видео переходите по ссылке и читайте. Готовый ПВС нужно процедить. Для этого его нужно чуть-чуть остудить и процедить в банку, которую будете хранить через марлю или, как у меня, крупный бинт. И каждый раз, когда будете обрабатывать этим раствором ткань, немножечко его подогревайте на паровой бане. Каждый раз, когда будете пользоваться готовым раствором, проверяйте, испортился он или нет. Для этого достаточно его понюхать. Если запах будет неприятный, но вы почувствуете сразу какой-то запах, то использовать его уже нельзя. Этот запах никуда не выветрится на готовой ткани и будет весь цветок вонять. Хранить готовый раствор лучше в стеклянной банке, которая плотно закрывается крышкой.